АВТОПЛЮС 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 Мы подали заявки туда, просто мы узнали от того, что три года назад наш экипаж на Ниве, россияне, один из них мой тезка и знакомый, они проехали, написали хорошие статьи, хорошие фотографии, мы решили, почему бы тоже не поучаствовать. Поскольку участие, наверное, в Париж-Дакаре – это мечта любого российского любителя и спортсмена. Да, это такой Париж-Дакар в миниатюре. Да, совсем с другими бюджетами, тут не надо десятки тысяч. И другие скорости. Да, конечно, мы не слышим. Поэтому мы подали заявки на это мероприятие. Я лично подал заявку. Ответа не последовало, потом какие-то у них лимиты и так далее. Потом в результате этой переписки я выяснил, что в России существует еще пару человек, которые тоже хотят поехать. Это был мальчик Дима Грехов из Санкт-Петербурга и девушка Марьяна, такая известная путешественница самостоятельная из Москвы. Мы с ними втроем объединились, это создался такой костяк. После чего мы решили, зачем нам англичане? Мы идти сами, в общем-то, с усами. И поехали туда, в Африку. К нам, соответственно, присоединились братья Кудряшовы, Саша с Петей. Нам присоединились кое-какие мои знакомые из Санкт-Петербурга, тоже самые гонщики, джиперы. Ну и вот так вот. Понятно. Значит, почему вы решили ехать на Нивах именно? Ну, наверное, я был один из идеологов того, чтобы поехать на Нивах. Во-первых, вот ребята, которые ехали до нас, они ездили тоже на автомобиле Нива. Это раз. Во-вторых, Нива – это единственный отечественный, наверное, автомобиль, который сочетает в себе относительный комфорт передвижения и относительную надежность. Потому что все остальное – это или экзотика, типа УАЗов, или УАЗики, но это в нем ехать 10 тысяч километров совершенно нехорошо. А Патриот, у вас Патриот есть? Патриот – это следующий этап. Это следующий этап. Да, просто задача пробега была. А, за 100, я забыл, что автомобиль должен стоить 100 фунтов. Да, совершенно верно. Да, вот Патриот, немножко кинуть основной категории. Да, забыл я. И в-третьих, у меня уже было… То есть Нива должна быть не новая, да, при этом, да, сильно поддержанная? Ну, как сильно, не сильно, не важно. У меня уже был автомобиль Нива, как те ребята, которые до нас ездили, то же самое Алексей Щепетильников. Вот, у них была, стояла Нива Дедушкина там в гараже, на каких-то там шипованных старых парах. Я вам расскажу, на самом деле, что Сахару пересекли в свое время еще Кочурин с Соловьевым. Да, 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 вы хорошие товарищи тоже. Да, это было еще, так сказать, в 90-м, в 90-м каком-то году они там. Они пересекли из Алжира сразу в Мали, напрямую через центральную Сахару. Это немножко другой сектор, то есть там особенности африканских взаимоотношений связаны с тем, что мы или двигаемся в этом секторе, или двигаемся в этом секторе. Потому что, например, из Алжира в Марокко нельзя переехать. Ну, вот там, ну, не знаю, у них такая политика. Вот, у меня была машина Нива, трофейная подготовленная, она была вся раздетая какая-то, спорта подготовленная, вот, ее, соответственно, демилитаризовали, то есть вытащили проставки, поставили поменьше пружинки, все, как бы, ну, блокировки убрали, был ребятки и так далее. И получилась такая погремушка, абсолютно пустая внутри, на которой можно было забить много барахла, и в конце концов не жалко ее оставить в Африке. Вот, а ребята, они покупали специально. Да, мы специально тоже купили. Ну, покажите нам картинку, на самом деле, там эти машины очень хорошо видно, вот, сейчас мы будем смотреть, и заодно будем рассказывать, да. Потому что эти Нивы, там, ой, вот они. Чья машина? Это как раз наша. Это ваша машина, да? Там же значок доктора. Да. Вот, мы ее купили в Москве, поддержанную, она 96-го года вообще была сама по себе. Вот, чуть-чуть ее подшаманили, как говорится, здесь в Москве в сервисе, ну, вернее, у своих хороших знакомых. И благополучно, вообще без одной проблемы доехали до цели нашего путешествия. Единственное, что по дороге случилось, это два прокола, один в Европе, другой там в песках. Ну, я думаю, это совершенно-совершенно несущественная поломка была. Вот, а в остальном ни одного нарекания, ни одной поломки, все, можно сказать, даже просто идеально. А много с собой везли запчастей? Ну, вот сейчас показывают автомобиль, который был куплен в Москве за 400 долларов. Мы знаем долгий его путь, спортивный, он в спорте занимался, такой коричневый автомобиль. 400 долларов – это в два раза больше, чем 100 фунтов. Ну, к примеру, да. Ну, у нас, к сожалению, мы недобуквы участвуем, недобуквы следуем закону. Вот, автомобиль куплен за 400 долларов, примерно где-то долларов 100 было вложено в его минимальную подготовочку резинки, поменяли и так далее. Мы прознаем судьбу этого автомобиля, моих хороших знакомых, тоже гонщиков. Вот, и девушка Мариана Дегтярь на нем села и совершенно спокойно поехала. Да, причем она ехала самым длинным путем, она ехала вокруг Балтийского моря. Ну, это особенности получения шенгена для россиян, да, что нам проще… Ну, да, да. Вот этот автомобиль, кстати, проще получить финский шенген. Вот, и обогнув Балтийское море через Финляндию, Швецию, сломавшись Германией, у нее там отлетали провода от стартера, отлетали трубки от карбюратора. В общем, вот, мы… Я ее ждал два дня в Париже, но чтобы вместе колонной все-таки ехать, чтобы попроще было ехать. И, тем не менее, у нее уже в Африке машина там то отваливалась оглушитель, то трубки рвали в системе охлаждения, а за 100 километров до финиша у нее оторвалась раздатка. Ну, в общем, машина доехала. И не сказать, что… А вот там я видел автомобиль Рено 19, который тащили тросом. Это что такое? Вот, это у нас наши ленинградские джиперы рвали себя на себе рубашки и говорили, что они поедут в Германию и купят на разборке им автомобиль Сузу Квитара. Вот, но когда они на разборке видели эти Рено 19 и 21, вот, они, как бы, сказали, ну, с музыкой, со всеми делами, это же удобнее. И с кондиционером, наверное. Там один был с кондиционером. Наверное, один был с кондиционером. Да, очень хорошо, да. Вот. Я просто по Африке ездил на машине с кондиционером, у меня Саня патрол. Поэтому, вот, когда я рассказывал это Кочурину, он меня смотрел волком таким, говорит, ну, кто ж так делает? Надо же вот так, надо же ночевать в мешке, в спальном, на багажнике, на крыше. Вот, а ты поездил по Африке. А что ж ты в пустыне с кондиционером делал? Угу. И, и, и? Ну, и вот там виден результат на веревке. А, понятно. Некоторые места интересны. Вот здесь, например, их нет. Они, вот, это замечательное место, национальный парк и заповедник, где живут Фламинга. Пеликаны, где киты, где скелеты китов наберегал, где ракушки. Вот они, где мы двигались по полосе прибоя, ну, в период между волн, только вот во время отлива можно двигаться. Вот, они не поехали, потому что вот автомобиль был не готов. Вот, а в остальном, да, ну, можно проехать. В Африке дороги-то, в принципе, есть. Да. Вот, что хотел сказать, да, когда вот я узнал всю эту историю, мне вспомнился как раз вот мой тоже какой-то африканский небольшой опыт такой. Это, правда, был давно, 89-90 год. И я в Тамбукту столкнулся с французами, которые вот, у меня тоже была мысль, вот, Дакар. Вот как же вот поехать в Дакаре, хотя бы вот где-то в караване, где-то за ними, да. Особенно, когда мне повезло, я летел на самолете, я видел караван сверху. Вот это вот, это незабываемое зрение, особенно если ты знаешь, что там происходит, то буквально хочется вот выйти на ходу из самолета, да, и туда, к ним. Вот, поэтому, и вот эта идея стала навязчивой, да, вот как же проехать Сахару на машине, это тут романтика рисовалась. И в Тамбукту, приехав в Тамбукту, я в гостинице «Литуаль», встречаю людей, сильно поддатых, и стоят две «Пежо 504». Такие, ну, сказать, что они ушатанные, это ничего не сказать, да. Это машина, на которой нет живых. Это вот тот случай за 100 фунтов. Причем, я думаю, что даже не 100 фунтов, а это 100 долларов, да. То есть, вот живого места на машине нет. И, вступив в разговор с этим французом, мы увидели, что это вот они приехали. Они купили эти машины на помойке в Марселе, перевезли их на пароме, и на них приехали, вот, собственно, через всю Сахару, на них проехали в Тамбукту. Здесь неблагополучно их тут же продали. Говорят, уже не наши машины, мы их уже продали. А у местных бизнес, они скупают машины в Тамбукту, потом своим ходом гонят их в Бамако, и там перепродают еще. И потом эти машины живут еще по 10-15 лет, из них делают тук-туки, там, значит, эти дуру-дуру, там, да, типа этих маршрутных такси, да, вот. А кто эти люди, объясните мне? Вот те люди, которые были, один из них был стоматолог, другой был биржевой игрок. Вот их было двое, да. Вот с кем вы сталкивались? Мы встретились с потрясающим человеком, у него зовут его Джонатан, фамилия Смит. Он сам маляр, он путешествовал на автомобиле Вольво, то, что было, такой сарай квадратный, он еще очень старый. 244 лет, самый старый какой-то. Самый старый какой-то, причем он путешествовал вместе с бывшей женой, с цветочницей из Нью-Йорка. Вот, они вместе путешествовали через все вот эти страны, они ездили в Мали, заезжали. То есть, они тоже по пустыне на этой Вольве, на заднеприводной? Совершенно верно, да. И мы с ним, потому что мы жили с ним в одной гостинице. Человек тоже не очень, как бы, нормальный в этом отношении, да. Он немножко знал три слова по-русски, потому что он на поезде из Владивостока доехал до Санкт-Петербурга. На русском поезде. Я не знаю, где нужно проявлять больше сумасшествия. Ехать на поезде из Владивостока в Санкт-Петербург или на Вольве ехать по пустыне? Да, вот это вот тут сложно сказать вообще. Мне кажется, в каждом случае есть своя романтика. Ну да, да, да. И нездоровые местами, да. Абсолютно нездоровые. Здоровые – это здесь, в Москве. Значит, что выясняется? Для того, чтобы поехать в пустыню, да, проехать по Африке, в общем, не обязательно иметь там Land Cruiser 100, не обязательно иметь с собой караван техничек, пожарную машину и скорую помощь, которая будет ездить за тобой также МЧС, да. То есть, в принципе, было бы желание, можно взять, купить на помойке автомобиль и на нем поехать, да. Вопрос. Все-таки, если говорить серьезно, это история небезопасная по-любому, потому что, во-первых, ну, случаи нападения не есть. Ну, во всяком случае, вот известный случай, когда нападают на машины, грабят, так сказать, да. Дакаровские машины разбирают, брошенные в пустыне, да. С КамАЗа с нашего пять лет назад унесли колеса. Каждый из них весит по там 300 килограммов, да. Каким образом можно это было сделать, неясно сделать. Значит, все-таки, что бы вы рекомендовали тем людям, которые решатся повторить ваш путь? Ну, первый путь, если решатся повторить наш путь, то можно примкнуть к нашей экспедиции на следующий год. Мы хотим еще раз повторить. А, снова поехать? Конечно. Замечательно. Мы выяснили те места, где мы еще не были, и в Мавритании. Ну, Африка большая. Да, в Снегале, в Мали, обязательно. Буркино-Фасо очень рекомендую, кстати. Потрясающе. Да, поэтому мы как бы вот уже знаем, куда ездить. Нету смысла, куда обязательно надо поехать, и что еще посмотреть. Это во-первых. Второй вариант – это можно собрать свою экспедицию. Самое главное, первое – это иметь все-таки однотипные машины. Чтобы можно было запчасти переставлять. Да, например. Меньше запчастей, чтобы иметь. Просто на пространстве. Ну, да. Второе – это все-таки собираться в какие-то коллективы. Две-три машины, в принципе, уже достаточно для того, чтобы путешествовать по Африке. Ну, и, соответственно, не ездить в особо криминально опасные страны. Потому что, например, что Марокко. Она очень толерантно настроена к иностранцам. Там новый король Мухаммед VI, который постановил, что к 2012 году нужно учетверить количество иностранцев, туристов в их стране. Поэтому, ну, вот, может, Саша скажет, как там хорошо в Марокко. Да, поэтому вот когда ты едешь по дороге, буквально на каждом посту, каждый пост там встречается примерно 50 километров максимум. На каждом посту тебя обязательно останавливают, видят, ну, видят, что ты иностранец, да. Начинают переписывать документы. Поэтому заранее, кстати, как и совет, иметь ксерокопии паспортов своих с описанием, кто ты, кем работаешь. Ну, и всякие такие свои личные данные для того, чтобы ускорить процесс. Потому что вот у нас, например, каждая остановка на полицейском участке отнимала примерно, ну, от полчаса до часа. Иногда даже бывало и больше. За счет того, что они пишут все это руками, свои большие тетрадки, да. Вот, и так в течение всей, всего Марокко. Вот. Ну, и дальше там уже на постах смотрят. Видимо, еще, на самом деле, это делается для того, чтобы, если вдруг на следующем посту твою машину не обнаружат, то, соответственно, между этими двумя постами что-то случилось. Что-то такое произошло, да. Да. Интересно, я вот ездил по Марокко тоже, правда, недавно. Это было в прошлом году в ноябре. Вот. Ну, как-то вот не тормозили. Это Западная Сахара. Мы были в Западной Сахаре. Я тоже был в Западной Сахаре, да. И вот интересно, мне как-то вот... Все останавливают, переписывают, да. Значит, мне просто повезло, на самом деле. Ну, может быть. Вот. И машина была с немецкими номерами, тоже видно. Ну, они всех тормозят. Мы даже с некоторыми иностранцами по несколько, ну, там, два дня в одно и то же время на постах. Мы уже общаемся, там, разговаривали, все знают друг друга. Уже знакомые лица. Уже знакомые лица. Вот. Еще встретили очень очаровательную тройку французов. Уже в Мавритании, на побережье, в песках. Мы видели, они буксуют. Ну, застряли. Ну, а мы вокруг них так, раз, на Неве объехали. Вот. Ну, что делать? Надо вытаскивать. Вот. Там кто-то помогал им. У них все сентраки есть, все есть. Лопаты. Они, значит, помогали делать. А в это время я подошел к кабине и увидел, что-то ручка у них вот раздатки как-то странно стоит. Я им говорю на ломаном французском, что если вы ручку-то переведете в положение 4L, будет гораздо лучше, чем у вас в 2H. Так говорят они. Так говорим. Они перевели ручку. И поехала? И поехала машина. Узивительное дело. Чудеса. Да, два дедушки и бабушка. А потом они за нами целый день. Да. Ехали, останавливались вместе с нами. Ой, говорю, русские. Ой, как они, великие джиперы. Да не надо же быть великим джипером. Вроде таких мелочей. Ну, на самом деле, была такая история. Они французы были? Да, французы. Такая история была. На завод Ситрояна приехала тетенька одна. Говорит, знаете, у меня вот мотор очень сильно греется. На Ситрояне дешево. Говорит, а сколько вы проехали уже? Говорит, 70 тысяч километров. Вот очень сильно греется мотор. И не знаю, что делать. Вот прямо горячо. Он же воздушник там. Говорит, как вы едете? Посмотрите, вроде все нормально. Как вы ездите? Она, кажется, не знала, что есть еще вторая и третья передачи. То есть, ну, первую воткнула и поехала. И она вот 70 тысяч на первой передаче ездила. И тут открылась новая жизнь. Горизонты. Новые горизонты. Оказывается, что можно быстрее ехать. И мотор греться не будет. Вы не поверите, но у нас Марианна ехала через Финляндию. И так получилось, что у нее на коробке передач на Невской было нарисовано, что четыре передачи. Ну, на Неве часто что-то ломается. Поэтому у нее вылетела четвертая передача. А коробка пятиступка была? Ну, это выяснилось уже во Франции. Когда я решил проверить, что-то таки. А вдруг она пятиступенчатая. Да, и вы нашли пятую передачу. Можно было и даже. Да, жизнь наладилась. Ребята, дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы так увлеклись разговором, что я забыла вам напомнить, что мы находимся в прямом эфире. Телефон на ваших экранах. Телефон студии. Звоните нам, задавайте ваши вопросы. Если вы тоже увлечены путешествиями. Если мы увлечены автомобилем Нива. и вас интересует тема нашего разговора, то, пожалуйста, подключайтесь. Мы будем рады услышать ваши вопросы и на них ответить. Друзья, как вы получали визы? Расскажите, пожалуйста, каким образом вы оформляли всю эту бюрократию? Ну, шенгенские визы получает каждый. Своим путем. Это понятно. Шенгенские, мне все понятно. Меня больше вот те визы волнуют. Мажорканская виза получается без проблем россиян. Она получается на пароме через Гибралтажский паралив во время переезда. С визами Мавритании и Сенегала в принципе можно было их не получать. Можно их было купить на границе. Но мы все-таки пошли в посольство. В консульство. У нас был пробег. Был журнал, который нам помогал. От него было письмо о том, что это экспедиция, журнал «Полный привод». И по этому письму мы, в общем, не совсем без проблем, но тем не менее получили. Потому что африканцы – это другой совершенно ритм жизни. Они живущие даже в Москве. Они могут отложить в долгий ящик эту визу. Их надо постоянно теребить. Периодически у них возникает вопрос, а где у вас бронь отелей? Я пять раз начал объяснять, что мы в палатке, что мы путешественники. То есть вы в отелях вообще не останавливались? Вы жили только в палатках? Нет, доводилось пару раз останавливаться в отеле. То просто по причине, ну, такой островок цивилизации найти. Ну да, да. Воду какую-то там текущую из-под крана. На самом деле саму всю Сахару практически. Вот последний раз мы останавливались на границе перед Мавританией, после Западной Сахары. И дальше уже до столицы Мавритании. Уже без... Ну, в палатках жили, фактически. Вот. И что еще? Один раз мы ночевали в таком смешном отеле. Мы просто у нас был выбор или ночевали в тростниковой хижине, которая выносила гордое название Кемпинг. Значит, они хотели что-то, да, 15 евро за всех семерых человек. Вот. Или рядышком поставить палатку. Вот, это вот Мавританский, это мы торговались. Вот. Кстати, про торговлю, торговаться, ну, вы знаете, да, надо всегда. Всегда, да, потому что там... И везде. Так, сколько вы уже этих километров проехали? Значит, ну, мы вот проехали, поскольку мы ехали через Санкт-Петербург, через Финляндию и через северные страны, у нас получилось примерно 11 тысяч километров. А мы напрямую ехали, у нас 9,5. Ну, тоже, все равно, это очень-очень прилично, конечно. Да, это очень прилично. Если все машины доехали, то это просто, да. Особенно мы радовались за нашу Марианну, потому что она была одна в машине. Это, ну, можно сказать, трудовой подвиг девушка совершила, проехав вот столько километров, вот, ну, в одиночку. Это тяжело. Езда, тем более, на Ниве, это нелегкий труд. Что дальше с машинами стало? А дальше с машинами мы их продали в столице Гамбии, Банжули. Вот. Ну, то есть у нас изначально была такая установка, о том, что если машина ломается, мы ее бросаем в пустыне, ну, понятно, да, людей забираем, сжигаем. Если машина не удастся продать, то мы ее дарим местному населению. Ну, то есть без проблем было. Значит, как вот, я представляю себе, вот человек приехал в Москву на машине, да, или там в Торжок, например. Человек приехал в Торжок на машине. Вот он выехал на центральную площадь и говорит, ребята, тачка нужна кому? Да. Именно так. Так, да? Да. Сначала мы продавали наши вещи. Вот. У нас был один… Вещи продали? Ну, старые вещи, которые нам… Почему вы это не снимали? Объясните, мне бы что-то показали бы с удовольствием. Да, это очень классно. У нас был такой Андрей Романов, джипер из Санкт-Петербурга. Вот. Ну, основной бизнес у него – торговля. Вот. Не зная ни слова, ни на каком языке. Вот. У него был коронный лозунг – это «very good, болгарка». Вот. Ну, там… И он мудрился распродать очень много наших вещей. Запасные канистры. Ну, точнее, все канистры. Лопаты, горелки газовые, компрессоры. То есть, про пригодность свое он доказал. Да. Спальники. Кто-то продал спальники. Кто-то палатки. Кто-то там, ну, вез обратно. В общем, это индивидуальное дело. Вот. Он доказал свою пригодность, не зная ни слова. Он вообще молодец. А потом начали продавать автомобили. Естественно, как вы говорили, тут же подходят люди, дельцы. И начинают предлагать… Ну, они предлагают очень смешные какие-то суммы. Типа там вот реально 100 долларов, 100 евро. Вот. Поэтому, ну, мы сначала потолкавшись так, мы повесили на машин объявление. Сейл, там, столько-то. Вот. Ну, и в смысле о том, что в два раза мы можем запросто скинуть цену. Ну, потому что у нас не было… Мы не были перегонщиками машин в Африку. Ну, понятно, Даш, это не цепь была. Да, это не коммерческая история, да, я понимаю. Самое интересное, что наши друзья, которые купили эти Рено за 500 евро на разборке в Германии, вот, один из них продал свое Рено за 700 евро, потому что она была трехдверка, спортивная, мало африканцев туда влезет. А вторые продали за 2 или за 1600, да сколько они продали, я не помню. За какую-то такую цифру. Достаточно, в два раза практически получилось. В два с лишним раза они продали… 21-й Рено, да? Да, это у них бизнес был. Вот они прямо были счастливы и горды от того, что они совершили… Слушайте, если сюда Волгу привезти, то это, в общем, да, особенно сарай, то она пойдет, да, да. Вот, поэтому вот так и продавали чего. Продажа тоже очень смешная. Я пишу, ну, у меня машина была по доверенности, соответственно, да, по русской, естественно, доверенности. Вот, я отдал техпаспорт, отдал ксерокопию своего заграничного паспорта и написал расписку на ломаном английском языке, что я продал Мухаммеду Ибн Салиху, Нива, номер такой-то, все, от руки, и, пожалуйста, вот так все, по-моему, сделали. Да, все так и прошло, без проблем, и все. То есть, как они потом там ее ставили на учет там и… У них там есть свои правила о том, что они там сначала покупают машину, потом едут на таможню, растаможивают ее, растамаживают ее как-то своими же селами. А, то есть, они еще должны ее там таможить, эту машину. Да, да, да. У нас бумажка была, но там не драконовские законы, как вот в Сенегале. В Сенегале же действует Корнедю Пассаж, международное соглашение, которое для ввоза, когда если ты уезжаешь в страну, то ты должен внести залог 10 тысяч евро. Причем ты ближайшая к России страна, это Италия, да, где это можно сделать. Вот. Ну и потом, если ты не продашь, ты эти деньги можешь получить обратно. Вот. Ну, можно пойти таким, конечно, путем, вот, а можно получить таможенное сопровождение на границе, что, в общем-то, мы и делали. Вот. Ну, это тоже отдельная песня, это отдельная история. Африканцы не очень напоминают наших таможенников. Вот. Ну, и вообще, служители закона. Не сейчас, а какие они были. Вообще-то много что в Африке напоминает насилие. Да, да, да. Особенно, как будто я очутился там в 90-х годах. Да, 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 все верно. Такие же самые системы взаимоотношений и тот же самый гаишник, который в середине 90-х годов выскакивал в Нижегородской области с радаром и кричал, что я тут все нарушил, вообще все, и надо срочно деньги платить. Точно так же и африканец, выскочивший из кустов, говорил, что у вас нет страховки, и вы должны немедленно заплатить ему кучу денег. Вот. Европейцы, что неудивительно, платят. Мы как-то всегда начинали торговаться. Мы начинали узнавать законность, спрашивать его звания, должность, где он работает. Он уходил от ответа, общался под конец. Он говорил, что я первый раз вообще вижу людей, которые без страховки, и можете ехать отсюда, куда хотите. Ну, к примеру, то же самое на границах. Они начинают называть какие-то астрономические суммы. Мы говорим, что откуда эти платежи. Он говорит, это надо платить, все платят, и вы заплатите. Мы говорим, а давайте мы позвоним консулу. А он говорит, а у нас телефонной связи здесь нет. Он говорит, а у нас сотва есть. А у нас сотва тоже не работает, а у нас спутникова есть. Ну, такие примерно разговоры. И вот, усиживая, время идет, а в 8 утра пересменок, и будет уже другая смена деньги получать. И они сдаются и говорят, да, пожалуйста, езжайте. Вот там за какую-то, ну, называют там, предположим, какую-то там сумму 600 евро, сторговаются до 50. Это нормальный, совершенно африканский торг. Ну, да. А связь все-таки спутникова брали с собой? Да, я брал спутниковый телефон, и, в принципе, реально он понадобился нам один раз, когда мы как раз на границе звонили консулу. Ну, вернее, в наше посольство, по-моему, в Мавритании. В Мавритании, да. Просто проконсультироваться. А расскажите, пожалуйста, про взаимоотношения вот с нашими представителями как бы на местах, потому что есть совершенно разные отзывы. Вот одни люди говорят, что как здорово, какие чуткие люди работают в российских консульствах, как они помогают нам. Другие говорят, что вот чувствуем себя одинокими и никакого помощи никогда не дождались. Вот у вас как? Ну, разговаривал с консулом я, вот, разговаривал один раз, опять-таки, от Сашиного телефона из Мавритании. То есть вы с собой брали телефоны, да, естественно, вы с собой имели. Ребята, это очень важно, дорогие друзья, да, это очень важно. Вот, чтобы вы не сказали о моменте подготовки, а ведь действительно иметь при себе номера телефонов консульства, посольства, да, это очень важно. Это ты брал, да, на сайте МИДа? На сайте МИДа, да, это все можно взять? Да, это можно взять, все телефоны, консуль с фамилией. И мы позвонили, хотя уже там был вечер какой-то, 10 часов вечера, да, мы позвонили, нам попросили в ног, что вот через 5 минут перезвонить консула подняли, я так понимаю, или с постели откуда-то, вытащили его. Ну, там рано ложатся спать, в общем, такой ритм жизни. Вот, и очень, ну, правда, единственное, что этот офицер полиции, когда понял, что мы реально разговариваем с консулом в нашей стране, он смутился, сказал, что он уже на все согласен, что никаких денег уже не надо, вот, но, как бы, человек был готов помочь, он все рассказал про, как бы, про обычаи, что нужно делать, то есть мы даже, к сожалению, не спросили его ни фамилию, ни имени. Мы могли бы сейчас спасибо сказать, да. Вот, да, мы могли бы вот сказать спасибо и с удовольствием говорим вот консулу России в Мавритании. Вот, очень хорошо проконсультировал человек нам, как бы, ну, подтвердил то, что мы уже интуитивно понимали о системе взаимоотношений каких-то вот здесь местных, что ли, вот, и все. А больше мы не обращались, мы ничего не можем сказать. И практически никого не встречали из россиян, из русских. Один раз мы встретили в Дахле, это западная Сахара, встретили русских бизнесменов. Ну, конечно, встреча отличная. Друзья, братья, все, это замечательные люди, которые вот там нам поставляют апельсины. Ну, это у них бизнес. Понятно, ну, да, я понял. А второй раз мы встретили, где вновь шить, на заправке. Да, 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 двух русских девушек, женщин. Ну, чем-то они занимались, но они так вот бежали, улетали, спешили, в общем, видимо, по работе. А что касается взаимоотношений с местным населением? Потому что, вот, опять же, из, так сказать, из моей памяти, вот, оставляешь машину где-нибудь у ресторана на улице, подходит человек, сразу говорит, месье, я буду сторожить ваш автомобиль, это будет стоить 50 западноафриканских франков. Если ты ему по наивности своей, по глупости говоришь, да не надо ее сторожить, ничего страшного, постоит она, ты возвращаешься, а у тебя на крыле гвоздем что-нибудь нарисовано, колесо проткнуто и фара разбито. Вот, а может еще и по стеклу что-нибудь заехать. Вот, были такие какие-то вот трения с местным населением или как-то все, или обязательно, что стучат и кодо, 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 дай, дай что-нибудь дай, да, вот, что угодно дай только. Ну, стучат постоянно везде, даже во время движения машины, да, они бегут рядом, стучат, просят кодо, вот, а с точки зрения стоянки, остановки, ну, в принципе, да, они подходят, все чего-то требуют, вернее, не требуют, просят, наверное, да, посторожить. Да, особенно это вот в Гамбии очень сильно нам, скажем так, надоедали, наверное, можно так сказать, некоторые люди, но на самом деле мы их помогалками назвали, назвали между собой, да, они нам в конце концов и хорошую службу сыграли, потому что они нам помогли найти там короткий путь, например, да, подсказали, как куда-то проехать, ну, в таком плане. То есть, в принципе, да, дали мы там им там значок, вымпел какой-нибудь, они счастливы, и они, естественно, помогают уже. Ну, и 10 евро дали за 4 дня, да. Ну, и да, 10 евро за 4 дня. Мы просто взяли помогалку этого сержанта полиции местного, поэтому он забил на службу и как бы с нами ездил в форме, все, как это в машине в первую. Супровождение, да. К нам, да, никаких претензий нет. Вообще, в разных странах, конечно, по-разному. Вот в Марокко мы заметили такой момент, что взрослые отгоняют детей, попрошая их от иностранцев. Это вот видно. На заправке, где только подходят, он же кричит, что нельзя, потому что. То ли это связано с традициями, то ли, мне кажется, что это все-таки связано с политикой, чтобы иностранцам было хорошо. Вот. Ну, вот в Марокко нету. Ну, вот я и в Индии, и в Вьетнаме встречался специальные туристические цены. Допустим, местные – это одна цена. А когда ты приходишь те же апельсины покупать, то тебе назначают совсем другую цену. Ну, не могут апельсины в Мавритании стоить столько, сколько в Москве. Ну, такого не бывает, да? А в Марокко такого нету. Там вот можно на 20 наших рублей в переводе купить там громадные пакеты, значит, апельсины, мандарины. Я купил помидоры, бананы. Все это на 20 рублей в переводе. Вот они и рады, и они счастливы. Слушайте, а вообще, дорогие друзья, напоминаю, что мы находимся в первом эфире, телефон на ваших экранах, звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Мы говорим сегодня о путешествиях в Африку, в частности, на автомобилях Нива. И чуть позже мы поговорим о особенностях эксплуатации автомобиля Нива для тех, кто этим вопросом интересуется, кто имеет такие автомобили, кто собирается такой автомобиль купить для каких-либо целей, для путешествий, для пахоты, для охоты, я не знаю для чего. Для спорта, естественно, тоже. Хорошо. Если мы заговорили про деньги, вот каков, если это не секрет, конечно, некоммерческая тайна, бюджет мероприятия? Во сколько вам обошлось? Значит, машина мы выяснили 400 долларов, 100 долларов подготовка 500, значит, машина 500 долларов, да? Вот все остальное, да, все остальные, вот эти 9,5 тысяч километров или там 11 тысяч километров, да? Вот бюджет всего мероприятия каков? Значит, по моим подсчетам, которые я в файл там ввел, так ради интереса, чтобы потом все это дело прикинуть, у меня получилось примерно 100, ну, 105, будем считать, тысяч рублей. Ну, это не секрет абсолютно. То есть это, если в долгах, это где-то, ну, 3 с хвостиком. 3 с хвостиком. 3 с хвостиком – это хорошо съездить на неделю, отдохнуть на какой-нибудь… Курорт. У нас чуть побольше это было, но мы отдыхали два дня в Париже, не в самом дешевом городе провели. Мы всю Европу, ребята ездили в два руля, то есть они могли больше ездить, я ездил в один руль. Со мной девушка была, оператор, которая вот все это снимала, Лена, да, она забыла права, поэтому я всю и весь этот путь проехал в одиночку. Поэтому мы были вынуждены останавливаться в гостиницах и так далее и тому подобное. Мы, естественно, еще жили в курорте Агадире на юге Марокко, тоже не отказывали себе в Европе, по-моему, да, ну, ни в чем. Вообще, вот мы перед собой, вот у нас с братом не было цели сэкономить на чем-либо. Вот если нам что-то хотелось, в принципе, мы это делали. Вот получилось вот 3, ну, возьмем 3,5 где-то примерно. Трясающе. По моим подсчетам… Это очень доступное дело, абсолютно доступное, интересное дело. Если задаться целью сэкономить, можно вложиться в 2000 евро, потому что 1000 евро – это бензин, это выне на положь от Москвы до конечной точки, меньше нельзя. Все остальное – это небольшие, если умеешь торговаться, естественно, да, если не швырять деньги налево-направо, при каком-то разумном питании, не питаться в больших ресторанах, ну, в кафе, вот, что-то готовить самому, в общем, 2000, ну, совершенно реально можно вложить. Это уже с билетами обратными. А вопрос, сколько дней у вас все это заняло? По времени еще, потому что одно дело, ну, даже если есть деньги, иногда человек себе не может позволить какое-то путешествие, какую-то вот такую забаву или вылазку. Только лишь потому, что нельзя вырубиться на два месяца из жизни, да, вот, вот, понятно, да? Вот, есть какие-то дела, есть там обязательства, то, сего. Вот, сколько у вас это времени заняло? У нас заняло три недели и четыре дня. Это лично наш экипаж. От старта… От старта из Москвы… Из Москвы до финиша… В Москве. В Москве, в Москве, с самолетом обратно. Да, ну, полезно, что… Из него машину продали, естественно. У нас заняло три недели и два дня, но поскольку мы ехали напрямую, вот, но опять-таки мы отдыхали где-то, да? Потому что ребята в Италии же съездили, да? В Андорре мы три дня провели там. Вот, то есть мы в Париже два дня провели. Там, еще где-то отдыхали. Мы в Банджуле же четыре дня, в конце концов, провели. Поэтому теоретически можно уложиться, мне кажется, дни в восемнадцать примерно. Вот. Это при том, что это не надо рулить, сидеть все время за рулем и ехать. Это действительно смотреть, останавливаться. Мы же где хотели, там останавливались. Нам нравится вот этот прибой, да? Или там корабль выброшен на берег, ну, потерпевших любопрошения. Ну, я посмотришь, как раз прибрежное видео у нас есть вот сейчас, да? И? Вот, и там мы тут же останавливаемся, смотрим, отдыхаем. Ну, то есть не спешим. Хотим в красивом месте покушать, соответственно, покушаем. Захотим там забраться на горку, мы забираемся на эту горку. Вот, там видим каких-то там организмов, которые... Перемещаются. Да, или там Саул растет какой-то красивый, да. Мы тут же... Это Марокко? Нет, это Мавритания. Это вот движение по полосе отлива. Мы первый раз туда сунулись и не можем найти дорогу, потому что барханы на море находят. Ну, в Марокко тоже можно так ездить, на самом деле. Да, можно. Вот. И мы пошли на пост, узнавая, где же тут дорога. Они говорят, эй, ребята, сейчас прилив, вы там не проедете. Дорога доступна только в отлив. Вот когда... Как раз эти кадры, когда вода отошла, и можно проехать по берегу прямо. Вот это вот как раз ребята, где-то с Сашей едут. Вот понятно, что машин на продажу везли, не жалко по соленой воде-то. Вот здесь вот переканы сидят. Вместе с Чайкой. Вот мы прям, ну не спеша, вот я подъезжаю, и они взлетают очень красиво. Ну, естественно, полно верблюдов. Мы вот первые ехали, там видели степных, вот этих пустынных волков, которые так вот убегали от нас и там охотятся. Вот это иностранные мотоциклисты, которые едут. Тем же путем. Да, тем же путем. У них джип-сопровождение, их там 8 или 10 человек. И радостно едут. Ну, это столица Мавритании Нуакшот. То есть состояние улиц понятно какое. Ну да, да. Но при том люди, несмотря на такую бедность, в общем, живут счастливо. Возможно, даже более счастливо, чем мы в чем-то. Вот это Сенегал, пограничная такая полоса. Вот, вот Марианина машина. Сейчас скажите, пожалуйста, вот если я сейчас перенесемся, мы из Африки перенесемся в Европу. Вот когда вот на этой машине за 400 долларов вы въезжали в Германию, то не было вопросов никаких у властей? Нет, вообще не было ничего. Мы приплыли туда из Финляндии на пароме. При сходе с парома, съезда с парома, просто выехали, никто ничего даже не сказал. И спокойно в ночь поехали туда вниз, к Франции. А у нас, мы въехали, границу пересекают Белоруссию и Польшу. Вот, у меня на машине установлен шнорхель. Это такое приспособление для забора воздуха выше кабины. И вот польский таможенник на меня посмотрел и говорит, а это зачем? Я объясняю, ну, когда я еду по пустыне, вот песок поднимается, и воздух должен в карбюратор упадать чистых. Он смотрит на окружающий снега, заснеженный речку, значит, пограничную Неман, вот, мост, и говорит, так где ты здесь нашел песок-то? Я достаю паспорт уже заученным движением. У меня на одной странице виза Мавритании, на другой странице виза Сенегала. Говорю, вот здесь вот. Он посмотрел, больше вопросов не имею, проезжайте. Отношение к путешественникам очень хорошее, на самом деле. Везде, да? Ну, практически где-то. В Европе точно, потому что они, ну, никаких проблем. Потом я сломался и менял генератор в Германии на заправке. Так получилось, вот, и ко мне там несколько дальнобойщиков, которых на немецком языке, на каком-то фламандском языке со мной общались. Я, ну, эти языки я не понимаю. Я понял, что только лада и капут слова. Вот, и они мне помогали, реально приносили чего-то, что-то там нет, толкача заводили. То есть, вообще, население очень хорошо относится к путешественникам. Здорово. И еще такой вопрос, уже чисто практический. Вот, все-таки вы поехали в пески. И поехали вы сначала по хорошему асфальту. Вы шины-то меняли или вы на одном-то же комплекте поехали? Я вот вижу, что шин-то запасных у вас нигде нету. Да, там в салоне у нас лежало два колеса, но они запасные, не специально песочные, а просто как запасные для того, чтобы... То есть, вы специально не брали резину для песка? Мы специально из Москвы выехали на практически летней резине. Вот, потому что, ну, мы выехали... Вот я лично выехал в тот день, когда ударил мороз. У нас январь был такой тепленький. А 25-го, ровно в тот день, я вот на этом штатной совершенно в Ли-10 шоссейной Нивской резине по МКАДу ехал, по обледенелому Можайскому шоссе, ну, так, через снежные заносы, которые шли всю дорогу до Польши фактически. Ну, опыт все-таки есть, нормально, не гнать, зачем торопиться. И выехали. У нас были ребята, которые питерские, которые выехали на шипованной резине. И во Франции они на глазах у полицейских сдирали... Плоскогубцами или отвертками, да, совершенно верно. Да, это известная история, да. Да. Ну, вот, когда они пускают и... Вот. А почему все-таки не брали с собой резину печеную? Во-первых, это лишние, наверное, деньги. Потом, во-вторых, вот, лично мы брали резину... Вернее, у нас стояла резина на машине такая достаточно... Да, уже спортивная резина же есть, наверняка. Все сезонка. Жалко. Жалко спортивная. Да, это для других целей. Потому что понятно, что она не вернется обратно сюда уже. Ну, да, да, да. Да, да, я забыл же, что вы, да, вы же это все, конечно, что вы же это все там оставили, да, богатство свое. Потому что одна шина стоит там 200 долларов. Ну, понятно, столько, что это автомобиль, да. Очевидно. Ребят, по поводу... Давайте тогда уже, коли уж мы все-таки затронули спортивную тему, у нас осталось всего лишь 17 минут в эфире, давайте быстренько пройдемся по, вот, так сказать, Нива, как некий спортивный болит. Вот чем объяснить такую популярность Нивы в любительских, именно в любительских соревнованиях, учитывая то, что машина все же имеет несущий кузов и не имеет рамы. И, ну, да, многие, в том числе и такие, скажем, консервативно настроенные джиперы полагают, что вот рама – это хорошо. У них есть свои аргументы в эту пользу, да. А вот несущий кузов – это не очень хорошо, да. С пресс популярности Нивы пришелся на кризис 98-го года, когда люди за 2000 долларов могли купить полноценный внедорожник. И очень много Нив было накуплено именно в эти годы. Вот, первое. Второе – это Нива достаточно дешевый конструктор для строительства автомобиля для многих дисциплин автомобильного спорта. Нива широко ездит в нацклассе в ралли-рейдах. Есть люди, которые, ну, понятно, только на Нивах катаются. Вот, Нива широко используется в любительских соревнованиях, в ралли третьей категории, например. Вот, Нива используется и в трофи-рейдах. Вот есть у нас монокласс Нива, на котором люди участвуют только на одинаковых автомобилях. Потому что это недорого. Естественно, что ломается она больше, чем иностранный автомобиль, но зато стоимость и запчастей такова, и ремонтная пригодность общая такова, что можно делать это без проблемы. Каков предел экономической целесообразности превращения Нивы в некий спортивный снаряд? Да? Вот понятно, что из Нивы можно сделать машину, прототип Нивы, отдаленно напоминающий Нивы, даже участвовал в Дакаре. Однако, если мы поднимем бюджет этого мероприятия, мы поймем, что, в общем, так нужно было с точки зрения маркетинга. Однако, реальной целесообразности использовать именно Ниву в качестве прототипа не было. Вот где-то тот предел. Можно сказать, это те деньги, за которые можно купить праворульную, японский, в хорошем состоянии автомобиль. Вот если мы можем купить какую-нибудь Паджеро или Витару, что-то, это минимально, да, вот маленькую Паджерку или маленькую Витарку японскую, это 7-8 тысяч долларов, да? Вот, и там, ну, стоимость вложения примерно одинакова, да? Чтобы получить спортивный автомобиль, ну, в стандарте ничего не надо, понятно. Вот, а что-то такое уже подобное, это где-то надо 6-10 тысяч долларов тоже, да? Вот, это они одинаковые, что для Нивы, что для иностранного автомобиля. Вот предел экономичности. Если у нас есть старые автомобили Нива, новые не надо покупать, старые. Старые съехали, и все. Насколько живучи кузова? Ну, потому что, я повторюсь, да, кузов у вас, ну, все равно, да, он может весь сгнить, он все равно поедет, потому что это рама, да? То есть, ну, отвалится у него там крыло, там, брызговик, да, прогниет на дыр, это не принципиально, к нему ничего не крепится, да. Вот. Живучим. Да, а здесь вот... Я пример не свои практики приведу, у меня есть очень хорошие знакомые, Костя Кубцов и Катя Николаева, которые выступают в нацклассе, они обладатели Кубка России, там, постоянно призовые места в чемпионате занимают, они уже 5 лет ездят на одной и той же Ниве. На одном и том же кузове. В одном и том же, это Нива машина, один и тот же кузов, ударялись, переворачивались, под грузовики заезжали, ну, как-то в деревья въезжали, восстанавливаются, подвариваются и ездят. Есть ли, вот, допустим, сейчас нас слушают люди, говорят, ой, как интересно, мы бы тоже вот для себя решили, так сказать, решим построить Ниву для, там, рейдовую Ниву, да? Вот и хорошо. Давайте поймем, есть ли разница, например, вот машина, скажем, там, вот до 98-го года, вот они крепкие кузова, там, с 98-го по 2004-й лучше вообще не брать, а с 2004-го, там, да, совсем хорошо. Здесь много, наверное, зависит от эксплуатации, где машина эксплуатировалась, там, если в Москве по солям, по нашим, то, неважно какой год, там, 3-4 года, и уже дырки появятся. А если где-нибудь южнее, скажем, где дороги не посыпают и где естественные условия, то там, конечно, и кузов подольше живет. То есть, в данном случае, возраст машины, как бы, и год выпуска не является... Вот у нас, например, была Нива, которая 96-го года, единственная, ну, и у нее двери снизу были прогнившие, насквозь, можно сказать, да, поэтому, когда закрываешь дверь, там обивка ходит. Ну, в общем, все, доехало нормально, ничего не отвалилось, но тем не менее. А у меня две Нивы назад, тут была машина, которая... Две Нивы назад, да? Ну, у меня, кстати. Измерение, да, единица измерения времени, да. Вот, да, которая до меня активно эксплуатировалась на соревнованиях, я там на ней ездил, вот, она была 80-го, там, 8-го года, по-моему, выпуска, а потом она была продана дедушке, который живет где-то в Тамбовской области, он сейчас его ездит до сих пор, он от деревни до станции замечательно ездит. Никаких проблем машина не ездит. А какие бы вы, вот, дали бы рекомендации тем людям, которые, вот, задумали приобрести себе Ниву в качестве, ну, вот, не спортивного снаряда, а в качестве автомобиля для ежедневной эксплуатации? Имеет ли смысл сейчас вообще приобретать Ниву? Вот такой вопрос. Для Москвы никакого смысла приобретать машину Ниву нету. Если вы живете в провинции хотя бы за 100 километров, до 150 от Москвы, где нету авторизованных сервисов, у меня один очень хороший знакомый купил, из Тверской области купил Ниву, именно потому, что у них нету дилеров. Ну, гарантийная машина новая, иностранная, их надо обслуживать на дилерской станции какой-то, да? Ну, Ниву новая тоже теоретически гарантийная. Ну, вот он ездит в Москву, да, за 140 километров, вот, он говорит, ну, вот сейчас год пройдет, как бы брошу это занятие, потому что, ну, далеко до провинциалов особенно, а потом запчасти у него есть везде, кузовной ремонт вообще беспроблемный, вот, ну, вот так вот. Ну, у него бездорожье, реально, как бы, бездорожье, по которому, ну, вот, просто последние, там, 500 метров до дома надо проехать на чем-то. — Где слабые места вот у этого автомобиля, который, да, безусловно, Нива считается одним из лучших автомобилей, созданных отечественным автопромом? Это очень большое достижение, это тот самый сегмент рынка, который мы потеряли. Да, вот мы могли бы его держать, между прочим, очень интересная история. Я прошу прощения, да, и у наших зрителей просто не могу не рассказать, хотя рассказать должны вы, да. Я общался просто с Прусовым, наверное, знаете, да, человек, который, естественно, вот, один из отцов Нивы, собственно говоря. Вот, и вот он мне показывал, Петр Прусов показывал мне буклет Сузуки Витары. Первый Сузуки Витары еще. Подписано японцами, что отцу Сузуки Витары. То есть они сами признали, что начальниками класса, вот этого класса маленьких полноприводных машинок с легковой эргономикой, да, и легковых габаритов, это все-таки была Нива. И вот тот рынок, который мог бы быть нашим, из-за того, что машина не модифицировалась и сильно отстала от жизни, уже, конечно, был утерян, что очень обидно. Есть ли слабые места у этой конструкции сейчас, потому что недавно мы отмечали, собственно говоря, 33-е Нивы, да. Нива – машина компромиссов. В ней хороша она, как сбалансированный автомобиль. В ней хорошо все, и с другой стороны плохо все. Вот, поэтому она, это и легковой автомобиль, это и внедорожник, это и большой автомобиль, в него можно много нагрузить, но зато туда очень тяжело сесть, тяжело залезть. В ней экономичность хорошая, но и зато слабенький двигатель. Поэтому в ней плохо все и хорошо все, ровно так. Это можно очень долго рассказывать. Да. А есть ли какие-то народные методы борьбы с вибрацией и с шумом? Есть. Ну, есть, конечно. Вообще машина, которая вышла из завода, она, в общем-то, обычно не шумит. И обычно не вибрирует. Шумит, конечно, все. Но это проклеивают, вставляют толстые изоляции. У нее есть, из-за того, что у нее раздатка соединена с коробкой при помощи карданного вала, именно потому что нужно было коробку оставлять стандартную, нельзя было. Было техзадание изначально. Вот эта вот, еще она косая, вот это все, да, это все кривое еще. Вот под углом стоит. Вот это создает, они сами это знают, да, но ничего сделать не могут, потому что иначе нужно, ну, принципиально все менять. А куда менять, уже скоро, увы, придется так или иначе машину как бы снимать с производства, да. Вот известно, что вот этот узел, он создает как бы, да, определенную вибрацию. И плюс ко всему это очень шумная, да, штука. Есть умельцы народные, которые, например, делают подрамники. Они относят раздатку от корпуса, то есть через мягкие проставочки, через сайлинблоки это делают. Ровно так же они опускают редуктора, отрывают его, он же прикреплен, редуктор передний к картеру двигателя. Да, при помощи такой вот уголком таким, да. Да, вот они делают на резиновых проставочках, делают подрамники. Но массового развития это все не получило. Это говорит только о том, что это все равно какие-то полумеры. С этим надо просто смириться. Мы понимаем, да, что за машину мы купили, что, точнее, купили ли, имеем, и что вот это ее свойство. Можно заклеить вот таким слоем, конечно, шумоизоляции. Ну, это опять, да, значит, под ним начнет гнить все. Это уменьшится полезный объем салона. Ну, не надо просто пытаться сделать из Нивы Мерседеса. Понятно. И, друзья, мы еще в прямом эфире. У нас еще есть 8 минут. Так что, если у вас вас волнует проблема путешествия по Африке или проблема владения автомобилем Нива, или приобретение автомобилем Нивы, то звоните. Вот еще есть время ответить на вопросы. Человек задумал купить бушную Ниву. На что обращать внимание? Мы покупали недавно. Ну, наверное, прежде всего на то, что тяжело починить будет самому или с помощью друзей. То есть мы, например, смотрели прежде всего на несущие конструкции, то есть лонжероны, стойки всякие. А крылья, двери по большому счету сквозь глаза пропускали. Потом подвеску тоже поменяли практически всю перед выездом. Ну, и работоспособность двигателя, коробки, конечно, тоже проверять. Вот, наверное, вот эти основные части. А где самые тонкие по кузову местам? Наверное, все-таки крылья, да двери передние. Потому что туда из-под передних колес все это летит. Грязь, соль. Все, что на дорогах у нас лежит. И, соответственно, без какой-либо обработки это все дело приходит в упадок достаточно быстро. А длинная Нива, как вы оцениваете вот те вот варианты удлиненные, во-первых, Нивы, которые вот, фора, по-моему, называется? Есть фора, есть 31-я Нива. И есть 31-я, она пятидверная. Вот как вы оцениваете эти вот эксперименты? Ну, я лично считаю, что очень дорого платить за вот такой кусок длины. Новые – это однозначно отказать. У меня есть близкий друг, у которого он купил новый на автозаводе такую машину, но он с ней замучился. Ну, в общем, как бы ему не понравилось, купил нормальный Ниссан второй. Вот этот Pathfinder. Да, вот. Но, тем не менее, вот в следующую экспедицию в Африку, вот в которой мы собираемся в январе этого года, я именно специально хочу взять 31-ю Ниву. Почему? Потому что, например, трем человеком в этой машине можно ехать запросто. Кроме того… Да, в Ниве в обычной сзади, конечно, там помрешь. Никак. Совершенно верно. Вот, и для третьего человека в длинной Ниве можно организовать полноценное спальное место. Ну, там отрезав лишнее, конечно, чуть-чуть переделав. Ну, чтобы можно было в дороге круглые сутки ехать. Потому что сидя в кресле – это не сон. А если человек нормально ложится там, то… Спит. Да. Потому что проверено, что в багажнике Нивы можно спать длинной. А какие еще вы для себя сделали выводы, готовясь к следующей экспедиции? Что вы хотите изменить, что вы хотите добавить? Какие были ваши просчеты? Ну, люди на чужих ошибках, как всегда, лучше учиться, да? Поэтому, если вы сейчас сами поделитесь своими ошибками, да, то, может быть, кто-то не сделает так же, плохо, да? Ну, во-первых, в первую очередь, я в прошлой поездке перестраховался. Я взял слишком много запасных частей. То есть, я был готов практически к любым поломкам. И все, что у нас сломалось, кроме как вот этот отвалился глушитель, да, ну, можно было заварить, и отвалилась раздатка. А вот, ну, там уже не за что было ничего делать, из кузова вырвалось. Вот, я был готов починить, что я и делал, да, что я чинил систему охлаждения, чинил, менял трамблеры, у меня было и старого образца, и нового, полуоси. Но, тем не менее, машина оказалась гораздо более живучей, чем я почему-то себе представлял. Вот, поэтому большая часть запчастей доехала до финиша, как вот коробочка. На запас карабан не тянет. Да, согласен. Поэтому уже меньше, гораздо надо все убрать. Все-таки понимаю, что из четырех машин, ну, не так уж и много может сломаться. То есть, всегда можно одну собрать, все равно бросать, да, можно там из трех собрать две, да. Ну, у нас, кстати, последняя вот эта Нива, которая финишировала на веревке, она и продавалась уже оптом. То есть, они, поскольку двигались только в связке, они были проданы в связке. Два в одном, да? Да, два в одном. Вторая Нива уже была одновременно на запчасти. Вот, поэтому единственный совет, что мне понравилось, было сделано в моей машине, это было переделано в систему охлаждения, вот, у него клуб-сервис, и мне поставили какой-то там радиатор, который был не низкий, но какой-то, вот они знали, ну, ребята занимаются ралли-рейдом, они знают систему охлаждения, я ни разу не включал электровентилятор. У меня машина вообще не грелась, все грелись, кто кипел, кто кипел. Там я по барханам буксировал другую машину, ну, по барханам поднимался в жару. То есть, имеет смысл все равно поработать с системой охлаждения? В Ниве, да, это все-таки, ну, пустыня, а больше ничего не делать. Естественно, надо применять простые приемы движения по бездорожью, да, это сдувать колеса при движении по песку, не газовать. Ну, да, ну, то есть, значит, не надо иметь манометр. На глазах. Да? По просетке, по просетке, да. Понятно. Ну, единственное, что можно сделать, как-нибудь придумать салон охлаждать, то есть, там вентилятор поставить сбоку, отприкуриватель, вот это, может быть, тоже поможет. Угу. Что касается GPS-а, навигации, карт, вот как вот это вот ориентирование, да? Да, значит, в Европе помогает программа Том-Том и КПК. После нее никаких проблем нет, девушка на русском языке вам говорит, здесь в природном справедении… Двигайтесь порутом да направо. Вот, да, мы же стали ее любить и стали с ней разговаривать в конце. Да, вот. А в Африке, конечно, можно купить и карты, и все прочее. Мы пользовались нашими генштабовскими картами, которые попали каким-то образом в Германию. Были поверх написанные названия, многие названия на немецком языке для германских мотоциклистов. Там были места кремпингов таких. Вот, они были привязаны койти-эксплореру, ну и, соответственно, закачаны у меня в военный ноутбук. И у нас стоял этот военный ноутбук с мышью GPS, и всегда мы видели свое местоположение. Да, никаких проблем нет, потому что с указателями в Африке иногда бывает плохо. Да, да, да. Так же, как, собственно, и у нас. У нас тоже, да, в России, да. В Нижегородской области может заблудиться. Ну все, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы у нас были, рассказали нам массу интересного. Я надеюсь, что найдут среди нас, среди наших зрителей, те, кто захочет повторить ваш маршрут. Честно говоря, я сам вот вас слушаю и снова тянет туда вот, снова тянет в Африку, потому что это то место, где побывав один раз, ты уже вот будешь туда пытаться возвращаться всегда и всегда, да. И там никогда, это никогда не надоест, однозначно. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. А я хочу вам напомнить, что с 16 на 17 июня, надеюсь, мы эти сутки проведем вместе, потому что впервые в истории отечественного телевидения легендарная 24-часовая гонка в Лимане будет показана на канале Автоплюс, на нашем канале, в прямом эфире от начала и до конца, без купюр, без перерывов, с комментариями ведущих российских пилотов. Они будут сидеть здесь в студии, те, кто ездил уже в Лимане. Ну а ваш покорный слуга будет находиться там, на месте событий, по телефону общаться со студией. И по телефону уже российские пилоты, которые будут участвовать в Лимане в этом году, в гонке в Лимане, в частности, Алексей Васильев и Виталий Петров, тоже будут на связи со студией, будут нам рассказывать и вести репортаж буквально из кокпитов своих автомобилей. Спасибо вам, что были с нами, товарищи с канала Автоплюс. Вас ждет много интересного. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!